МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире время новостей на МТВ в студии Анны Рябова. И в начале выпуска коротко о событиях дня. Сегодня депутаты областной думы посетят 25-ю клиническую больницу и областной онкологический диспансер. Парламентарии проверят работу учреждений и подведут промежуточные итоги реализации проектов развития региона. Очередную партию подарков для участников специальной военной операции подготовили жители региона. Осталось упаковать и загрузить в машины. И сегодня этим займутся волгоградские студенты. В Крывеческом музее откроется выставка, посвященная столетию со дня основания Советского Союза. Сам юбилей мы отметим 30 декабря. И сегодня же мои коллеги отправятся в гости к Волгоградке, которая получила квартиру после обращения в Единую Россию. Об этом мы не только расскажем сегодня в течение дня, а пока о главных событиях к этому часу. Эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу в Волгоградской области превышен более чем в полтора раза. Подавляющее число заболевших лечится в домашних условиях, но в стационарах уже развернуты дополнительные 450 коек. Медики готовы к наплыву пациентов. Об этом накануне на оперативном совещании заявил губернатор Андрей Бочаров. Глава региона подчеркнул, санэпидобстановка на территории Волгоградской области стабильная и контролируемая. Работу по противодействию распространению острых респираторно-вирусных заболеваний, гриппа и коронавирусной инфекции координирует региональный противоэпидемический оперштаб. Тем не менее, количество заболевших гриппом и ОРВИ продолжает расти. В лабораториях подтверждены 160 случаев гриппа. Это в 10 раз больше, чем двумя неделями ранее. Болеют жители самых разных возрастов. Подавляющее число заболевших простудными заболеваниями и гриппом проходит амбулаторное лечение. При этом на случай осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации в стационарах в Волгоградской области уже подготовлено дополнительно и развернуто 450 коек. Дошкольные учреждения региона продолжают работать в плановом порядке. В школах на карантин по ОРВИ и гриппу ушли отдельные классы. В 29 образовательных учреждениях региона при необходимости предусмотрено закрытие на карантин как в целом образовательных заведений, так и отдельных классов и групп. Андрей Бочаров подчеркнул, что сейчас, в преддверии проведения массовых детских, новогодних и рождественских праздников, необходимо усилить работу по противодействию распространения вирусных заболеваний. Обеспечить в детских образовательных организациях соблюдение основных и дополнительных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Принимать решения о формате проведения намеченных детских, массовых, новогодних и рождественских мероприятий, исходя из реально складывающейся на территории конкретного муниципального образования Волгоградской области и в образовательном учреждении санитарно-эпидемиологической обстановки. Обеспечить поддержание необходимого запаса требуемых лекарственных препаратов в аптечных и медицинских организациях. В числе дополнительных задач глава региона поручил рекомендовать применение основных и дополнительных мер санитарно-эпид-безопасности предприятиям и организациям Волгоградской области. Провести профилактическую и разъяснительную работу с населением по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе соблюдение респираторного этикета. В случае ухудшения ситуации медучреждения региона должны быть готовы нарастить коечный фонд для оказания помощи заболевшим. Тем временем специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Волгоградской области, а также регионального Роспотребнадзора советуют использовать любые меры профилактики заражения ОРВИ и гриппом, в том числе не пренебрегать масками. Зима – время года, когда человеческий иммунитет сталкивается с огромным количеством вирусов, заболеванием, гриппом и ОРВИ. Наиболее подвержены дети и подростки, беременные женщины, пожилые люди. Но болеют все при гриппе и часто поражаются верхние дыхательные пути, начинается интоксикация организма. В некоторых случаях возможны и серьезные осложнения. Как обезопасить себя в период, когда вирусы наиболее активны – самый частый сегодня вопрос среди волгоградцев. Профилактику проводят по-разному. Это, кстати, самое первое правило для профилактики гриппа. Специалисты призывают как можно чаще мыть руки с мылом. Если такой возможности нет, стоит воспользоваться спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками. Но нужно еще и правильно мыть руки. Большое внимание нужно уделять регулярной дезинфекции поверхностей, столов, дверных ручек и выключателей. Правило номер два – соблюдать достаточное расстояние от людей в местах общественного пользования и избегать контактов с заболевшими. Медики напоминают, что вирус ОРВИ или гриппа легко передается от больного человека к здоровому именно воздушно-капельным путем. Чтобы уменьшить риск заболевания, не стоит трогать руками глаза, нос или рот. Лучше всего надевать маску или использовать другие средства защиты. Правильное ношение масок, плотно прилегающих, с определенным режимом не более двух, максимум трех часов, с последующей утилизацией. Лица, которые почувствовали себя плохо, какие-то первичные признаки клинической симптоматики ОРВИ или гриппа, необходимо остаться дома. Вирусологической лаборатории региона сейчас ежедневно проводятся десятки тестов на выявление вирусов гриппа и ОРВИ. Чаще всего подтверждается свиной грипп. ПЦР-диагностика проводится в несколько этапов. Конкретно их три. Проба подготовка, выделение РНК, либо ДНК вируса и идентификация. Метод очень чувствительный, специфичный. 99,9-х. Главным способом профилактики сезонных заболеваний остается вакцинация от гриппа. В Волгоградской области прививочная кампания, стартовавшая в августе, завершена. От гриппа вакцинировались 1,285,000 жителей. Это 75% от общего числа самых уязвимых категорий граждан. Вакцина содержит защиту от разных типов вируса и позволяет либо избежать заражения гриппом, либо перенести заболевание в легкой форме. Отмечается рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, и негриппозной этиологией на протяжении последних четырех недель. Случаи регистрируются одинаково как среди детей, так и среди взрослого населения. Интенсивность тоже по возрастным группам распределена равномерно. Чтобы обезопасить себя и окружающих людей, необходимо обязательное ношение масок в общественных местах, в местах посещения и предоставления услуг в магазинах, в аптеках. Несмотря на то, что в регионе создана иммунная прослойка для сдерживания вируса, главное сейчас все же не расслабляться и не забывать о методах индивидуальной защиты. Санэпидситуация на территории Волгоградской области остается под непрерывным контролем сотрудников Роспотребнадзора и региональных властей. Глава региона Андрей Бочаров поставил дополнительные задачи по противодействию распространения острых респираторно-вирусных заболеваний, гриппа и коронавируса. Дарья Коломыченко. Время новостей. В Волгограде стартовал конкурс на лучшее праздничное оформление магазинов, кафе и организаций и сферы услуг. Муниципалитет уже принимает заявки, а мы рассказываем о первых участниках. С теми, кто создает в городе праздничную атмосферу, познакомилась Лейла Джумалиева. Ёлки, шарики, игрушки, огоньки и лампочки, сказочные скульптуры и световой дождь. Создать новогоднее волшебство может не только Дедушка Мороз. Пятый год подряд волгоградские предприниматели помогают полнее ощутить наступление новогоднего чуда. И каждый из них делает это по-особенному. Скажем так, волгоградская зима не славится обильным снегопадом, наверное, с классическими зимними пейзажами. Поэтому мы решили, что нужно поднимать настроение себе, окружающим. И решили в таком виде представить фасад нашего любимого магазина. Конкурс проходит в нескольких категориях – стационарные и нестационарные торговые объекты. Объекты общественного питания, сферы услуг, ярмарки и рынки. Трудиться в разы приятнее, когда вокруг тебя разворачивается новогодняя сказка. И даже в торговом центре можно встретить сугробы по колено и полярного мишку. Мне безумно нравится здесь находиться. По той причине, что здесь все очень ярко, полно огонечков. И как раз-таки именно это и создает антураж Нового года. Потом волшебные мелодии. Сразу вспоминаешь детство, вспоминаешь, как лез под елку, за подарками, как смотрел на эти новогодние украшения. Преддверии чудес. Витрин чудесные мерцания и зимняя феерия. В конкурсе несколько номинаций жюри пристально оценивают все – от общей картины до витражей на окнах. Мы видим положительный отпик среди предпринимателей, среди горожан. Тем более, потому что предприниматели, украшая свои витрины и пространство перед объектами торговли и сферы услуг, украшают тем самым город. Если в 2018 году это было где-то порядка 60 заявок на конкурс, то в прошлом году у нас уже было порядка 115 заявок. Надеемся, что в этом году тоже предприниматели примут активное участие в конкурсе. Конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов торговли, общественного питания и сферы услуг будет проходить до 28 декабря. Чтобы стать его участником, нужно только подать заявку с фотографией украшенного пространства в администрацию района, в котором расположено предприятие. Лаила Джумалиева, Роман Седлецкий. Время новостей. В эфире «Время новостей» мы продолжаем выпуск. Сталинградскому музыкальному училищу, а ныне консерватории имени Серебрякова 65. За эти годы в учреждении накоплен огромный опыт работы, заложены славные традиции, созданы яркие преподавательские школы. Юбилею был посвящен большой праздничный концерт. О пути, который прошла консерватория, расскажет Илья Власенко. Десятилетия, наполненные яркими событиями, именами выдающихся педагогов и выпускников. Все это история консерватории имени Серебрякова. Вуз входит в число старейших в России образовательных учреждений искусства. Его предыстория берет свое начало в 1911 году. Тогда в Царицыне были открыты музыкальные классы. Шли годы, менялись названия, затем Великая Отечественная. Тогда музыкальное училище прекратило свою деятельность, но, как известно, искусство уничтожить невозможно. 22 апреля 1957 года Сталинградское музыкальное училище вновь открыло свои двери. За 65 лет, теперь уже в знаменитой консерватории имени Серебрякова, накоплен огромный опыт работы, заложены славные традиции, созданы яркие преподавательские школы. За последние годы подготовлены тысячи специалистов, среди которых сотни выдающихся деятелей искусства. Созданы студенческие творческие коллективы, открыты новые специальности, дополнительные профессиональные образовательные программы. 2022 год посвящен юбилейной дате со дня основания Сталинградского музыкального училища. В консерватории прошло множество тематических мероприятий, главная цель которых – напомнить об истории Храма искусств. Одно из них – Международная научно-практическая конференция «Болгоградская консерватория имени Серебрякова. От истоков до наших дней». Прошла целая эпоха. Мы вспомнили наших учителей, вспомнили первых директоров, вспомнили тех людей, которых уже нет с нами, подвели итоги нынешнего дня и, конечно же, наметили перспективы будущего. А перспективы у нас огромные, очень интересные, связанные с развитием этого учебного заведения. Ярким завершением юбилейного года стал праздничный концерт. В программе концерта – разножанровые произведения отечественных и зарубежных композиторов. Их виртуозно исполнили преподаватели, выпускники прошлых лет и студенты, которые проходят обучение сегодня. «Я выбрала это учебное заведение, потому что здесь учились мои педагоги, и они сказали, что да-да, это то место, которое имеет многолетнюю историю, и которое даст тебе ту самую базу, и ты станешь дирижером, и будешь работать, учить детей». Юные таланты берут пример со своих наставников. Преподаватели консерватории имени Серебрякова из года в год совершенствуют учебный процесс и внедряют в него инновационные технологии, разрабатывают программы и создают учебно-методические пособия. Для них это не просто работа. За годы существования в консерватории образовались целые династии музыкантов. «Мои родители, и папа, и мама являются также преподавателями Волгоградского тогда училища искусств. Знаю многих педагогов, которые преподавали тогда, которые творили, создавали совершенно замечательные программы, совершенно выпускники были у них замечательные». Татьяна Бабкина отдала Серебряковке 59 лет своей жизни. Здесь узнавала тонкости профессии, а потом и сама стала учить. «С удовольствием работаю. Иногда слюсь, иногда сержусь на студентов. И тем не менее, это мой дом. Что пожелать? Сила воли, хорошего запала в работе. Вот это очень важно, чтобы был огонь, который бы сжигал, потому что сфера искусства требует полной самоотдачи». На торжественный концерт, посвященный юбилейной дате, пришли преподаватели. Студенты, выпускники, ветераны отрасли культуры и искусства, родители юных талантов. «У меня здесь выступает моя дочь, поэтому мы уже здесь пять лет. Нам очень нравится с моей коллегой смотреть. До мурашек». «Мы очень рады, что мы сюда попали. Наши дети действительно раскрылись по-другому. Но это стоит того. Они открываются, они другие, они живут этим. Это классно». Прошло 65 лет со дня основания Сталинградского музыкального училища, ныне Волгоградской консерватории имени Серебрякова. Пройден огромный путь. Коллектив и педагоги, и студенты храма искусства уверены – впереди новые первокурсники и новые выпускники. Конкурсы и фестивали – надежды и успехи, победы и свершения. Илья Власенко, Инна Емельянова, Андрей Кирсанов. Время новостей. Праздничное настроение волгоградским детям подарили депутаты Городской думы и региональная общественная приемная партия «Единая Россия». Ребята, чьи родственники защищают рубежи родины в ходе спецоперации, побывали на спектакле «Летучий корабль», а еще познакомились с Дедом Морозом и Снегурочкой и получили сладкие подарки. Эта сказка захватывает с первых секунд. Интересные персонажи, красивые, ловкие, иногда вредные, но все равно любимые. И, конечно, много песен. Одни будут подпевать, другие сопереживать. В этот раз за судьбой Ивана Изабавы следят юные зрители, которым сейчас очень важно чувствовать поддержку и верить, что добро обязательно победит. В гости к молодежному театру на музыкальную премьеру «Летучий корабль» пригласили детей из семей мобилизованных волгоградцев. Прекрасный спектакль, такие красивые костюмы, так весело. Дети, даже взрослые, реагируют. А уж мне, бабушке, уходить с этого спектакля, ну просто не хочется. История о любви, добре, смекалке, вере в собственные силы и исполнение желаний стала настоящим приключением и для детей, и для взрослых. И в этот раз на сцене молодежного театра «Забава» и «Иван» победили коварного полкана и отправились в путешествие на летучем корабле. Все на корабле! Все! Когда дрога! Всегда прощай! В добрый путь! Но на этом приключение не закончилось. Сразу после спектакля – продолжение сказки, но уже за кулисами. Здесь ребят ждали Дед Мороз и Снегурочка. Моли меня! Ну вот я и пришел! Общением с главным новогодним волшебником дети остались довольны. Конечно, не обошлось без сладких подарков. Организаторами праздника стали депутаты Волгоградской городской думы. По обращениям с семей мобилизованных депутаты решили устроить детям такой сказочный новогодний праздник. Сейчас поддержка семей, участников специальной военной операции является для нас одним из приоритетных направлений. И это и подобные акции будут проводиться нами в дальнейшем. Власти, депутаты всех уровней, региональная общественная приемная партия «Единая Россия», волонтеры и общественники оказывают сегодня всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. Помогают и психологически, и материально, и бытовые какие-то нужды все решаются вопросы сразу же по мере поступления их. Ну и естественно, что полезный досуг детей из таких семей – это для нас самая важная задача. Добавим, что сегодня совместная с волонтерами работа по оказанию помощи семьям участников специальной военной операции ведется на всех депутатских округах на постоянной основе. Любовь Макарова, Андрей Кирсанов. Время новостей. Юные волгоградские спортсменки стали главными героинями зимней сказки. В физкультурном комплексе «Молодежный» состоялось открытое первенство города по художественной гимнастике. В турнире приняли участие почти 450 спортсменок из Волгограда и области. Подробности у Анны Короховой. Разминка-растяжка-шпагат. Мария Кузнецова сосредоточенно готовится к выступлению. В художественной гимнастике девочка с четырех лет. За плечами множество престижных соревнований, в том числе всероссийского уровня. В Копелке десятки наград за первые места. В этом турнире тоже настроена на победу. Я уже занимаюсь четыре года. Мне очень нравится этот вид спорта. И я не первый раз выигрываю первые места. У меня даже есть любимое упражнение. В будущем восьмилетняя Маша мечтает стать профессиональным тренером. Родители поддерживают. Она сама просится туда. Это какой-то опыт дает. Дает нам как-то ценности воспитать. Да, женственность девочке показать. То есть тоже победы где-то, где-то не победы, стимул какой-то в жизни получить. Открытое первенство по художественной гимнастике «Зимняя сказка» проходит в Волгограде традиционно. На этот раз соревнования объединили около 450 юных спортсменок. Для одних это первый выход на ковер, для других – мотивация к новым победам. Мы готовимся к каждым соревнованиям, очень ответственно подходим к подготовке. Какого-то особенного секрета в подготовке у меня нет. Это просто каждодневная работа над собой и также работа в команде. Юные спортсменки демонстрировали свои навыки как в индивидуальных, так и в групповых программах. Члены жюри оценивали сложность элементов, качество их исполнения и артистизм участниц. Мы награждали от самых маленьких, от 2016 года рождения, до самых старших. У многих заключительные старты уходящего года. Тренеры и спортсмены подводят итоги и у гостей уже готовятся с новыми силами в следующий год. Всех победителей и призеров первенства наградили грамотами, медалями и призами. Анна Корохова, Андрей Кирсанов. Время новостей. Рост минимального размера оплаты труда, крылья надежды для жителей Донбасса и зимний меню для детей. Далее краткий обзор самых читаемых публикаций нашего портала МТВ.онлайн. 16242 рубля составит минимальный размер оплаты труда с 1 января. Соответствующий закон сегодня подписал президент России Владимир Путин. Волгоградские студенты стали победителями всероссийского конкурса «Твой ход». Они получили по миллиону рублей и возможность отправиться в путешествие по России. Имена победителей на сайте МТВ. 20 экзоскелетов отправятся из Волгограда на Донбасс. Крылья надежды, разработку врача-инженера Александра Воробьева, подарят детям и военнослужащим. Составляем зимнее меню для детей. Мясо, рыба, творог и не только. Какие продукты будут полезны для подростков и малышей в самый холодный сезон? Пожизненный запрет продажи сигарет молодежи обсуждают волгоградцы. Кто за, кто против. Публикуем статистику. А также готовимся к Новому году. Во сколько рублей волгоградцам обойдется оливье? Где 30 декабря можно случайно встретить Деда Мороза и Снегурочку? И что нельзя делать во время праздничных гуляний, чтобы не получить штраф совета юриста? Об этом и не только. Читайте на портале mtv.online. С подробной лентой новостей можно ознакомиться на нашем информационном портале mtv.online. Не забывайте посещать и наши официальные страницы в социальных сетях. А теперь мы и на дзене. А полная коллекция видео по-прежнему есть на Рутубе. На этом пока все. Не переключайтесь. Здравствуйте! В эфире МТВ «Народный календарь» в студии Алексей Ичевский. И сейчас я расскажу вам о народных приметах, обычаях и, конечно же, праздниках. Сегодня отмечается память святого Амвросия Медиаланского, жившего в IV веке в Италии и служившего епископом христианской церкви. Амвросий прославился тем, что дал обет нестяжательства, вел скромный и строгий образ жизни. Он также был известен как борец с язычниками. К концу жизни епископ Амвросий пользовался всенародной любовью. Не в последнюю очередь благодаря многочисленным чудесам, которые он совершал своей молитвой. Предки по традиции в этот день начинали готовиться к Новому году и Рождеству. Женщины затевали уборку, проверяли заготовки и избавлялись от всего, что испортилось. Мужчины начинали заниматься копчением мяса, сала и рыбы. Этот день подходит для рукоделия и всех бытовых дел. Особенно полезно это занятие для молодых девушек, которые могут вплести свои желания и мечты в свое рукоделие. Предки верили, что в этот день нельзя находиться на удалении от семьи. Сегодня стоит провести вечер в кругу родных, близких, и тогда год окажется счастливым для всех. Также на Руси в Амвросе в день обращали внимание на погоду. Если дует порывистый восточный ветер, то холода задержится надолго. Если выпал мокрый снег, то и лето будет влажным. Ну а если вокруг солнца туман, ждите пургу. Одиноким девушкам сегодня не рекомендуется мыть голову, иначе она долго будет ждать своего суженого. Если же у молодой девушки есть парень, то ей в этот день запрещается расчесывать волосы, чтобы не накликать разлуку или расставание. Сегодня нельзя стирать детские вещи и вещи пожилых людей, чтобы к мокрому белью не пристали болезни. Не стоит сегодня унывать и грустить, чтобы следующие 40 дней не провести в подавленном состоянии. Однако при этом громко смеяться и петь, значит привлечь несчастье. Также нельзя сегодня надевать яркую одежду, чтобы не приманить нечисть. Категорически запрещается в этот день дарить и принимать подарки или угощения. Особенно если вам что-то передадут малознакомые люди. Вместе с подарком сегодня могут передать порчу. Женщинам и мужчинам не рекомендуется заниматься тяжелой работой. Если избежать такой работы не удается, нужно попросить благословения у покровителя этого дня, святого Амвросия. Ну а теперь настало время поздравить наших дорогих именинников. Антон, Василий, Галактион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Павел, Петр, Сергей. От всей души поздравляем вас. На этом у меня все. Желаю вам хорошего дня. И помните, только на МТВ, несмотря на приметы и прогнозы синоптиков, всегда хорошая погода. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. До новых встреч. Пока-пока. Сегодня днем в Волгограде облачно с прояснениями без существенных осадков. На дорогах гололедится. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем минус один, минус три. Продолжение следует...